Привет, моделисты! Меня зовут Александр Колесников. Я живу и работаю в городе Цинциннати, штат Огайо. Кто первый раз? Ребята, девчат, тема такая. Мой клиент попросил меня продать макет. Предыдущее видео вы можете посмотреть. Я решил его оставить на какое-то время, но все-таки поменял свое решение, немножко восстановил и продал его. Почему? Потому что радиус не был большим. Я сам этот делал макет, клал рельсы, подложку и прочее, но места было мало и клиент мне сказал только 20. Получилось 22 и 24. Смотрите на рапидовские вагоны. Они стоят на радиусе 10 и радиусе 9, соответственно, вот этот 10 и этот 9, роковский, для моего макета. Посмотрите, как классно. Если поставить маленький щенк, другие каплеры сюда с короткими, это называется щенк, напишите как по-русски, расстояние, где головка каплера, то будет еще лучше смотреться, буквально там 2 миллиметра вот эти переходные гармошки. И это, соответственно, 888 и 826 радиусы, либо 34, либо 32 в инчах. Когда вы разговариваете с другим каким-то моделистом, и он говорит, у меня радиус 28, и ты уже чувствуешь, что это очень хорошо. Это еще даже больше. То есть, чтобы смотрелось классно на моих европейских вагонах. Значит, еще одна такая вещь. Рапида не любит электроника. Старая, может быть, они уже поменяли. Если система больше 16-17 вольт, как у меня было на роковской, я сжег один вагон, пришлось все менять. Этот DigiShax, ну вот видите, он выдает 14. Если слишком много, делается такой диодный мостик, и напряжение сбрасывается. Тут у меня целая коробочка для моего макета. Полностью заканчивается круг. И с этого я начинаю плясать, как говорится. Вам, ребят, успехов, всего наилучшего и удачи. Давай!